Добрый день! В эфире Рябунг ТВ. С нами на связи аналитик, редактор сайта «Спутник Кыргызстан» Талайбек Араскулов. У меня на связи представитель общественной организации от мнений регионально-научно-образовательных центров, руководитель международного отдела медиахолдинга Ира Вунг Заруи Бабуханян. Приветствую, Заруи! Приветствую, господин Араскулов! — Рад видеть тебя. Напомню нашим радиослушателям, что я участвовал в международном форуме в Москве, где презентовали некоммерческую организацию «Евразия», и мы там вместе выступали вместе с Заруи. Сегодня, Заруи, я хочу тебе предложить обсудить такую очень интересную тему. Все мы знаем, что в наших странах работает много НПО. Согласись, в Кыргызстане, в частности, по разным оценкам, от 19 до 30 тысяч НПО. В Армении, насколько я знаю, тоже несколько тысяч НПО. В этом отношении мы с вами похожи. Но я бы хотел обсудить работу евразийских НПО, о которых и было заявлено на форуме, где мы с тобой встретились. Как евразийским НПО выстраивать работу в Стартанах в Армении или в Кыргызстане? Вот мой первый вопрос. Как ты считаешь, как нужно продвигать евразийскую идеологию, евразийскую тематику в Армении? Отвечая на ваш вопрос, конечно, эта тема очень актуальна сегодня и в Армении, потому что на протяжении более 30 лет здесь развивались и появлялись много различных НКО, НПО. И в основном большинство из них имеют западное финансирование, как раз и продвигают прозападную повестку, прозападную идею, что нужно двигаться в сторону Запада, менять внешнюю политику. Это имело свои, как мы видим, результаты. Например, бархатная революция 1918 года — это наглядный пример деятельности различных НКО, потому что именно сейчас эти люди находятся у власти, которые в свое время занимались активно общественной деятельностью. А вот эта ниша евразийского пространства, продвижения идеи развития евразийского мира, она, конечно, пустовала, и ее как раз быстро вот эти западные НКО полностью закрыли. Поэтому среди молодежи на сегодняшний день вот именно Евразия, Россия, все, что связано, они почему-то это связывают с каким-то советским периодом, что нужно отходить от этого, нужно идти в сторону Европы, что там прогрессивный западный цивилизированный мир, так сказать, а почему-то все, что связано с Евразией, с нашим континентом и с нашей историей, к сожалению, это не особо так воспринимается со стороны молодежи. Они не хотят туда, им кажется, что это возвращение к какому-то прошлому. Причем это прошлое представляется как раз благодаря усилиям всех этих прозападных НПО в таком вот свете, что хорошо, что вы уже вышли из Советского Союза. И возвращение или дружба, тесная дружба, то, что это только ухудшит экономическую ситуацию в стране, что это мешает развитию цивилизации в этих странах. Почему-то как-то является опасным, представляет опасность для суверенности этих стран. В общем, любого рода вот такие деструктивные идеи в сторону евразийского мира, со стороны прозападных НКО. И, конечно, нужно сегодня, вот у нас есть необходимость продвигать идею и объяснять молодежи, почему нам нужно быть вместе. И это очень актуально, потому что на сегодняшний день мы видим результаты опросов. И вот Россия, как государство, которое объединяло на протяжении истории все страны на евразийском пространстве, к сожалению, отношение армян к России, оно изменилось. Если на протяжении долгих лет самой дружественной страной среди армян считалось, вот для населения Армении это была Россия, еще в 2015 году около 90% населения называли самой дружественной страной Россию, то сегодня это Россия уже на седьмом месте после Франции, Ирана, Индии и других стран. То это говорит уже об изменении восприятия России и евразийского пространства в целом. Это уже даже не звоночки, это уже вот на лицо мы видим, как вот эта вот деструктивная политика повлияла на это. И нужно сегодня, конечно, активно действовать в этом плане и объяснять в первую очередь молодежи, что в каком направлении нам нужно развиваться и почему мы должны идти в этом направлении. Вот вы знаете, вот этот факт, о котором вы рассказали, да, я, наверное, могу, ну, чисто с точки зрения кыргызстанца, да, гражданина Кыргызской республики, могу так сказать, на Западе, да, да, действительно, очень хорошо, прекрасно где-то там, но не для всех. Вот этот нарратив, наверное, нужно вбить в голову и вашей, и нашей молодежи. Я был на Западе, я и был в Соединенных Штатах, и был во многих странах Европы, и в Юго-Восточной Азии был. Вот я видел контрасты, да, когда за огромным, например, фасадом, светящимся с большим экраном, да, небоскреб красивый, а заходишь за угол, и вся эта мишура спадает, и там бомжи, бомжи, понимаете, вот, они в мусорке копаются. То есть это не для всех. Но обратную картинку нам не показывают, нам только показывают вот эти вот красивые картинки, вот эти вот фасады, и зачастую это делается благодаря этим всяким фильмам западным, где мы видим вот картинку красивой жизни. И нам вот, нас призывают, идите туда, дают как бы обертку от конфетки, а внутри, что нас ждет, что будет в этой конфетке. Об этом уже мы почему-то думаем, ну, мы говоря так вот, население, большинство молодежь, что там будет конфетка, а то, что там есть и другая сторона, это, конечно, не объясняют, и многие не понимают. Вы знаете, я скажу, наверное, на опыте, ну, армянская диаспора по миру, она же большая очень, да, у вас где-то порядка 40 миллионов, насколько я знаю. Ну, официально 11-12, но неофициально может быть и 40. Да, вот, в том числе, одна из крупнейших диаспор, это в России, вот, есть крупнейшая диаспора, насколько я знаю, несколько миллионов в Иране, вот. Есть в Турции, по-моему, небольшая диаспора, да? Есть, да. Есть она, да. Вот, и вы просто в той же США у диаспоры спросите, покажите, как на самом деле живут в США, и как надо впахивать, например, в той же самой Южной Корее, да, или там, или в США, или в Евросоюзе, для того, чтобы хоть обеспечить себе, ну, так скажем, кусок хлеба. Наши этого не понимают просто-напросто. А я был там, я видел. Вот. И буквально недавно ко мне приезжал мой одногруппник, немец по национальности, он живет в Германии, он ко мне приезжал и говорит, я приехал на разведку. Я говорю, почему, что за разведка? Ты что, шпион? Да, ну, так шутим, конечно. Он говорит, нет, я приехал думать, или в Россию переезжать, или в Кыргызстан. Ну, мне хочется в Кыргызстан. Я говорю, а после чего ты это взял? Он говорит, представь себе, вот за несколько лет у нас коммуналка подорожала на 300 процентов. Точнее, за полгода, год на 300 процентов. Вот. Сейчас из-за того, что энергоносители сильно дорогие стали, да, ну, это нефть, газ и так далее, да, мой завод, возможно, будет закрыт. Ну, в смысле, один из заводов, где он работает, да, цеху. А у него высоко, он работает в высокотехнологичном производстве. Они, их предприятия производят протезы для, так скажем, для операции. Ну, кто руку потерял, кто ногу потерял, там, и так далее, да. То есть, и он работает в цехе покрытия титаном. Вот мой одногруппник. И он мне рассказывает. А если этот завод закроет, почему? Потому что у нас он, это энергоемкое производство. Если его закроют, что я буду делать? Вот. Причем, как вы говорите, здесь я в Кыргызстане могу спокойно говорить о чем угодно, как угодно, на каком языке угодно. Вот. А там я не могу это сделать. Почему? Потому что русские каналы все закрыли, хотя он разговаривал спокойно на русском. Та же проблема с ювенальной юстицией, когда там, ну, вы знаете, да, детей отбирают у родителей. Вот. И мне это очень страшно. У меня, говорит, внуки растут. Вот. Поэтому я боюсь за них, за их судьбу. Вот. Пропаганда ЛГБТ, говорит, у нас на каждом углу. Вот. Я еще детям как-то еще объяснял нормально, да? А внукам я уже не могу объяснить нормально. Почему? Потому что они дома видят одно, а на улице совершенно другое. То есть в школе там где-то еще. Понимаете? То есть это настолько вот все заполонило их жизненное пространство, что они уже бегут от этого. В том числе и по экономическим причинам, в том числе и по, так скажем, жизненным, идеологическим причинам. Покажите это, расскажите. Вот. И я думаю, вот смотрите, вы председатель общественной организации объединения региональных научно-образовательных центров. Ну, вы, наверное, сами по себе должны это показать и рассказать, в том числе и в своем медиахолдинге, пользуясь инструментом своего медиахолдинга, где вы работаете. Да, как раз именно этим и занимается наша общественная организация. Мы как раз развиваем и стараемся углублять связи с Россией и с евразийским пространством. У нас в этом плане было множество различных мероприятий. Вот, например, буквально вчера мы проводили из Армении команду молодых ребят в возрасте от 13 до 16 лет. Они поехали в Крым. Да, это 10 человек из Армении, из Белоруссии и из России. Там будет такая международная команда. Да, и там им будут как раз вот это будут межнациональные связи развивать, будут рассказывать о евразийском пространстве, об истории Крыма. Но это внеполитическая программа, там абсолютно не будет политики. Но именно цель вот как-то сблизить ребят, это вот такая первая поездка наших ребят в Крым. Посмотрим, с какими впечатлениями они вернутся. Ну, у нас и другие программы были. Мы и конференции делали исторические именно про роль России, про армяно-российское боевое братство. Мы вообще организовывали Дни Крыма в Армении, Дни Армении в Крыму. И вообще являемся со-создателем Евразийской общественной палаты. Там уже объединяются все страны Евразии. И там должно быть информационное сопровождение. Именно нужно показать евразийскому пространству. Мы очень мало друг о друге знаем. Вот информация, да, информация должна быть все более доступна. Больше должны слышать друг о друге. Поэтому вот наша общественная организация именно на это и нацелена. Ну вот в плане того, что уже такой вот большой проект в России презентовали фонд Евразия, который нацелен уже на масштабные программы. Мы надеемся, что мы сможем тоже присоединиться и сделать это более масштабным, чтобы ребята, может быть, из Центральной Азии приезжали бы по разным программам в Армению, из Армении бы ездили, немножко расширить нашу географию. Потому что это сегодня необходимо некоторые, ну, по каким-то объективным причинам, некоторые представители молодежи, они очень стереотипно мыслят. Поэтому нужно, чтобы для того, чтобы разрушить эти стереотипы, нужно побольше живого общения между молодежью. И я думаю, что фонд Евразия должен способствовать этому. Потому что, да, мы со своей стороны делаем какие-то проекты, но у нас нет ни такого финансирования. Зачастую это делается чисто на энтузиазме. Многие даже не верят, откуда у вас, какие источники. Источники в основном — это наша идеология, то, во что мы верим и то будущее, за которое мы хотим видеть, которое хотим видеть для Армении и для других стран и противостоять этой информационной войне, которая ведется с помощью различных НКО. Я просто хочу предложить вам идею. Я ее озвучу в кулуарах как раз форума, да, в Москве, где мы с вами встречались. Так как вы, вот у вас организация «Огнение региональных научно-образовательных центров». Вспомните, пожалуйста, ну, я не знаю, вы помните это или нет, но, например, когда развалился Советский Союз и Запад, когда начал входить в наши страны, первым, что они сделали, они начали воспитывать журналистов. Медиошколы. Всякие разные. У нас там по разным местам их возили и так далее. Учили журналистов и так, и сяк, и эдак, как говорится. И после того, как они захватили, получается, вот большинство журналистов стало, так скажем, их адептами, да, западными адептами, после этого они начали активно продвигать еще и свою повестку. То есть таким же инструментом, видимо, нужно сделать и сейчас нам, в обратную сторону. Их же, как клин клином вышибает, есть же русская пословица, да? То есть, если у вас образовательный центр, пожалуйста, сделайте проект для ваших молодых журналистов, которые только-только начинают, вы же сами журналисты, вот, только-только начинают двигаться. Научите их, покажите им, расскажите, и тогда будет все понятно. Как только у вас станет больше, так скажем, информационных инструментов, да, в виде ваших же журналистов, тогда, я думаю, можно уже и начинать, не то что пропагандировать, мне не нравится слово пропагандировать вообще, просто рассказывать. Давайте так, армяне, наверное, в Москве живут лучше, чем армяне в Ереване. Это же так же, так? Скорее всего, да, в большинстве. Да, в большинстве своем, да. Или там в других, или в Краснодаре, я знаю, очень много армянской диаспоры. Да, большая диаспора в Краснодаре. Да, вот, они же там лучше живут. У них там, давайте так, один материнский капитал в России чего стоит? У вас есть в России, в Армении материнский капитал? Нет. А это довольно приличная сумма за то, что ты родил ребенка. Не это ли поддержка, так скажем, обычной? Замечательно, замечательно. Ну, покажите это просто-напросто, расскажите. Пускай армяне друг другу расскажут. Вот у нас, например, давайте так, я чуть-чуть похвастаюсь, можно, да? Да, конечно. Вот. Сериал «Кухня российский». Вот. Продюсеры и авторы этого сериала – наши кыргызстанцы. Вот. Один русский парень из Таласа, и другой кыргызстанец парень из Бишкека. Вот они практически создатели этого. Ну, авторы сценария там и так далее. С ситкомов вышли. Вот. Прикольно? Прикольно. Вот. Мы, кыргызы, сегодня, если раньше, там, ну, 15-20 лет назад это были, там, уборщики, да, там, в России, там, или еще кто-нибудь, да, там, как это, менеджер ландшафтного дизайна, да, ну, дворник, по сути, да, вот. То сейчас это совершенно другая история наших мигрантов. Полтора миллиона кыргызстанцев работают в России. Мы показываем, как они там живут. И они, большинство из них не хотят возвращаться в Кыргызстан. Почему? Потому что там более комфортно. И много кыргызов взяли гражданство России. Почему там больше, намного больше комфортно. Да, есть кыргызстанцы, которые переехали и в западные страны, но они, я вам честно скажу, не все говорят о прелестях жизни на западе. Потому что они впахивают. Есть кыргызстанцы, которые там в Южную Корею уезжают на заводы и работают. Они впахивают там лет пять или там в Дубае, да, а потом сюда опять приезжают, ну, там, хоть чуть-чуть, там, что-то заработали, сюда привезли. Вот. А когда начинаешь, ну, так просто так за ниточки тянуть спрашивать, ну, как там жизнь, ну, расскажи, что там, действительно ли так неоновые лампочки и красивые машины. И все это там практически даром и за бесплатно. Нет, говорит. Вот. Нет. Там, да, действительно хорошо, красиво, приятно, но для тех, у кого есть деньги. Если у тебя денег нет, ты не человек. Все. Вот этот вот нарратив, наверное, вам надо тоже использовать в своей работе. Ну, и вообще и вразийским НПУ. Ну, я с вами полностью согласна. Скорее всего, ну, нужно, конечно, это делать более масштабно, потому что это все у нас делается, но не в таких масштабах, чтобы действовать на общественное мнение в целом. Ну, это немножко сложно в условиях, когда на уровне государственной политики продвигаются антироссийские выпады. Постоянно мы слышим антироссийские обвинения в сторону России. И вот это вот постоянно на государственном уровне восхваление Европы, что Европа нам поможет и в плане безопасности, и в плане экономическом развитии. И вот когда государственная политика направлена на это, немножко сложно работать. Но мы видим, что на протяжении 30 лет, пока Армения шла в сторону Евразии, во всяком случае, всякие НКО работали, и они вот под прикрытием благих идей смогли продвинуть ту повестку, которая им была нужна, и получить результаты. Сейчас у нас обратная ситуация, и мы, видимо, должны использовать опыт, как вы сказали, клин-клином вышибать и не потерять. Потому что если мы потеряем ту основу, цивилизационную основу и историческую вот эту память, я не вижу будущего просто... Я не представляю, каким будет будущее в плане даже суверенности наших стран, независимости. Я думаю, что это вопрос национальной безопасности в первую очередь, сохранить вот эту вот нашу общую историческую память и посмотреть просто по истории все вот эти наши победы. Когда мы были вместе с Россией, как развивалась страна, что развивалось, что сохранялись в первую очередь наша национальная идентичность. Никто не пытался нам объяснить, что вот наши ценности — это неправильно, что нужно идти в сторону, не знаю, менять свою религию, менять свои взгляды. Там всякие вот эти сейчас ЛГБТ, гендер, всё такое — это как-то чуждо нам, нашим традициям, нашим взглядам. Это не значит, что мы отсталые или что мы неправильные. Просто в нашей культуре такого нет, и мы не хотим этого видеть. А идти в эту сторону и говорить, что нет, знаете, вот пока вы не будете проводить у себя в стороне гей-парады или на законодательном уровне будут проходить там, не дай бог, свадьбы, браки, таких вот людей с такой ориентацией, и, не дай бог, ещё детей будут усыновлять, это нам чуждо, это нам не нужно. В Европе тоже очень есть интересные и хорошие традиции. Никто не говорит, что мы должны закрыться от них какой-то там стеной. Нужно сотрудничать, нужно видеть друг у друга хорошее, но это не значит, что наши традиции хуже или мы должны перенимать. Вот эта вот культурная экспансия, в первую очередь, она не должна происходить, распространяться на наши страны. И в историческом плане мы видим, когда вот страны Евразии были в одном союзе, каждая страна свой национальный и суверенитет, и именно национальную культуру она сохраняла. И в плане языка, и в плане традиций, вот эти даже в советский период у каждой страны были свои национальные традиции. И все страны, они были братскими странами, но ни одна страна культурно не поглощала другую, что вот мне нравится именно в союзе евразийских стран. Опять же, я говорю, это не должен быть возврат к советскому прошлому, и я не говорю о какой-то там каменной стене с Европой и с Западом. Просто мы должны понимать, что наша культура — это та ценность, это основа нашей национальной идентичности, национальной безопасности, которую мы должны сохранять. А вот все прозападные... Я знаю, это католикоз всех армян, да, у вас церковь христианская, и, естественно, вот эти все, так скажем, нарративы, которые пытаются сейчас Запад внедрить, они вам не приемлемы вообще. Вот. Насколько я знаю, армянские семьи, они многодетные. Я правильно, да, представляю или нет? Ну, я бы не сказала, что в большинстве армянские семьи многодетные на сегодняшний день. Но были мы многодетными раньше. Возможно, в начале 20 века, потом уже 20 век, 21 век — это 2-3 ребенка, ну, иногда 4. В каких-то отдаленных селах бывают многодетные семьи, но в большинстве своем это не так. В этом плане тоже мы нация небольшая, и хорошо было бы побольше детей иметь в семьях. Но это связано и с экономическими какими-то вопросами. Еще у нас очень высокий процент разводов, что тоже, в принципе, связано с какими-то западными вияниями, можно сказать, очень много... — Феминистскими особенно, да? — Что? — Особенно феминистскими, насколько я понимаю. — Не только феминистскими. Наверное, вот эта вот пропаганда какой-то, не знаю, эгоистичного, что почему мы должны что-то там терпеть, легче все заново построить или, в общем... Нет, вот это вот традиции, да, семьи, к сожалению, распадаются, что тоже чуждо армянской культуре, которая всегда была на протяжении веков патриархальной, и семейные ценности были на первом, на главном, да, таком вот первостепенном уровне. Но, к сожалению, мы сегодня видим, что очень большой процент разводов, и это тоже какие-то вот чуждые навеяния, которые пришли с какой-то новой идеологией, можно сказать. — Знаете, у нас абсолютно схожая ситуация. У нас сейчас 40% браков распадается в первый год жизни. То есть, представьте себе, молодежь, да, женится и через год 40% разводится. То есть, это тоже тенденция, то есть мы в этом даже, даже в этом мы схожи. А почему? Потому что, опять-таки, у нас теряются традиции, теряются вот это вот отношение к семье, трепетное отношение к семье, ну и так далее. Это кажется, с одной стороны, смешным, а с другой стороны, ну, по факту, нас же, по сути, потом станет меньше с каждым годом. Правильно? Да? Мы и так меньше, всё меньше, меньше, и просто-напросто исчезнем. И что будем делать дальше? Вопрос большой. Вы упомянули о фильмах, и вы знаете, я вспомнил такой пример, который я рассказываю всегда молодым людям. Я говорю, ребят, а вы помните, когда в голливудских фильмах появился негр-президент? Они говорят, нет, ну, что вы, а как, зачем, почему? Не помню, не знаю. Я говорю, ну, где-то с 2000-х годов, с разных фильмов. Вот. И потом, помните ещё вот этот «Грибки орешек» там, да, и другие фильмы, где «Пятый элемент», там тоже президент негр, и так далее. То есть, по сути, сегодня Голливуд, а потом появился Обама. То есть подготовили электорат, что президент может быть негром, и потом появился Обама. Вам не кажется, что это специально? Да нет. А реально, что ли, так? Я говорю, ну, с 1953 года Голливуд находится под полным контролем Центрального разведывательного управления. Вам этот факт, о чём-нибудь говорит? Они так, серьёзно, что ли? Я говорю, ну, да. Вот. Когда западники ругали Советский Союз, что у вас в Советском Союзе была цензура, там все фильмы Сталин сам лично смотрел, и так далее, и тому подобное, да. В это же время ЦРУ сама контролировала. ИИ. То есть, никакой свободы и демократии там, не пахнет. Я говорю, логично? Он говорит, логично. Ну, вот, пожалуйста, вам история этим. Вот. Да, действительно, в Советском Союзе была цензура. Нельзя было показывать порнографию, нельзя было показывать какие-то непотребные вещи. И фильмы у нас до сих пор, если брать советские фильмы, их приятно смотреть, и смешно смотреть, и комедии наши, да, возьмите, да, и другие там фильмы. Это же про обычные нормальные человеческие жизни. А Голливуд, ну, сами понимаете, да, как он контролируется. И сейчас, если взять те нарративы, которые, ну, в фильмах посылаются, Золушка – негритянка, там Анна Каренина – негритянка, ну, и так далее, и тому подобное. Ну, вот я хотела как раз сказать, что в последний период обязательно в новых фильмах кто-то будет темнокожим, а кто-то ещё обязательно должен быть представителем нетрадиционной ориентации. Это как бы уже… Причём в таких фильмах, где, по сути, это не могло быть, и вот, как вы сказали, Золушка и другие фильмы, ну, откуда там вот негритянки или… Золова изменения реальности настоящей. Обязательно ещё кто-то должен быть нетрадиционной. Вот это тоже продвижение вот этой идеи, окно Авертона, это, да, называется в политологии? По чуть-чуть, когда людям представляют информацию, которая чуждая, а потом уже они воспринимают её как что-то нормальное. Как нормальность. Как нормальность. Вы знаете, я не зря затронул тему фильмов. Значит, и в российском НПО, да, и евразийской, и, так скажем, той части умных, интеллигентных людей, которая понимает, что за всем этим стоит, и которая хочет продвинуть евразийскую идеологию, нужно, наверное, надо подумать и о фильмах. То есть, нарративы… Вы посмотрите, боевики американские. Там же в Великой Отечественной войне побеждают только американцы. Там Советским Союзом ни разу не пахнет. Вот, хотя Советский Союз победил, а не американцы. Американцы уступили в войну в 44-м году. Когда это я говорю нашим школьникам, да, они, у них глаза налог. Как это? Вот, а вот так говорю. Ну, потому что многие же историю именно по фильмам, можно сказать, изучают. Что им показывают, они так и воспринимают, что так и было. А они перекраивают историю под то, каким удобно. И победителями они как раз представляют Запад, Америку, а там Советский Союз… Значит, нам надо их же инструментом так же делать, клепать фильмы, где армян с каргызом воевали или казахом вместе. Для чего ключево? А рады так не было. Было. В Панфиловской дивизии было, по-моему, около 60 национальностей, насколько, которая отставила Москву. Вот. Хотя и там набирались они из стран Центральной Азии в большинстве, да, но там же было очень много национальностей. И они плечом к плечу защищали эту страну общую нашу. Или там давайте возьмем… Ну, хорошо, ладно, не будем про войну, это далеко давно и… Вот. Вчерашняя история, да, когда мы вместе, помните, спитак землетрясения. Все страны объединились, да. Когда вся страна пошла. Я даже, знаете, я как медийщик, да, я потом подсчитал, сколько было гумпомощи выслано в Армению. Всю Армению можно было завалить девятиметровым слоем. Вот. Это я так считал. Ну, это пример такого объединения нас. Абсолютно, абсолютно. Вот. То есть, это никто не остался равнодушным. Это трагедия, которая постигла армянский народ, и все, все народы Евразии, да, тогда, ну, давайте назовем своими именами тогдашнего Советского Союза, да, а сегодня Евразия. Вот. Тогда же все помогали, пришли. Вот. Или возьмем Чернобыль. Мы же все туда поехали. И кыргызстанцы там были, и армяне там были, и белорусы там были, да, несмотря на опасность. Мы же все добровольцами поехали на эту аварию помогать. Или возьмем землетрясение в Ташкенте, да, когда мы Ташкент заново, весь советский народ заново выстроил Ташкент. Просто-напросто. Когда там ничего не осталось, его новый город выстроили. Было, было. А что, почему бы сделать это не сейчас? Надо рассказать, и надо и показать, как раз вот пытаются отдалить друг от друга нации, чтобы там, ну, как говорится, чтобы властвовать, нужно разделить. Вот. Ну, вы знаете, вот как раз, смотрите, вот если вы говорите о конкретных инструментах, да, вот я вам предлагаю, например, в Армении, вы же говорите власти все прозападные там и так далее, да, я вам предлагаю, а вы на основе своей там организации создайте школу молодых политологов и вырастите в их, в нашей парадигме, нормальной, человеческой парадигме, и когда люди дружат друг с другом, не воюют, не там, не, не жрут друг друга, немножко сложно соревноваться, когда в страну такие вот финансовые вливания со стороны различных западных фондов, я как уже назвала цифру, 100 тысяч, больше 100 тысяч миллионов долларов ежегодно вливается. Да, 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 ну больше, больше 100 миллионов долларов. Вы знаете, хорошо, больше 100 миллионов, ну давайте так, а эти 100 миллионов где растворяются? Хотите я вам рассказал схему, как работает НПО прозападное? Вот, эти деньги в большинстве своем остаются на Западе, и нам, по сути, и Армении, и вам, и нам передаются только копейки. Объясню, как это работает. Например, прозападная какая-нибудь НПО организует какую-то конференцию, там, чего-то, чего-то умную, там, красивую, благовидную, с благовидными целями. Приглашает эксперта. 60-70% бюджета забирает этот эксперт. Потом, там, 20% остается, там, на организационные расходы, и 20% там, еще что-то, чего-нибудь, там, зарплата вашим, армянским инпоушникам. Вот, и они на это готовы работать. Схема-то такая, то же самое, кстати, вот, мы видим сейчас на Украине схема ровно такая же. Вот, они сейчас, вот, конфликт, война, поставляет вооружение с Европы, да, со всех стран НАТО, Украины. А для чего хоть кто-нибудь задумывался? Я думаю, мало кто может сказать точно, а я вам скажу, как человек, который разбирался в этом вопросе, хотя я не военный, там, аналитик, или, вот, я просто человек, который попытался разобраться, да, оказалось, что, опустошив все военные сплоды Европы, американцы, американский ВПК, сейчас он работает денно и ношно, да, потом будет продавать это оружие всем европейцам. На, те, купите, вот, пожалуйста, держите, купите, а если не купите, вот, злая Россия на вас нападет. Это же обычная, такая простая схема. Вот. То есть, они дорабатывают на этой войне. Если у нас эта трагедия, да, для нашего, так скажем, мировоззрения, война на Украине это трагедия, то для них этот бизнес ничего личного, всего больше ничего там. Та же самая, например, зерновая сделка. Вот сколько кричал до Запада зерновой сделки, надо, давайте, украинское зерно нам нужно. А вы знаете, куда оно пошло в итоге? Вот вы лично знаете заруи? Знаю, что страны Африки должны были отправить. Почему было быть? Это как они заявляют. На самом деле, это пошло на корм свиньям европейским. Это фуражное зерно. Фуражное. Ну и там часть, конечно, странам Африки дали подачку. Вот и все, вся картинка. Неужели за это нужно было бороться и договариваться? Нет, конечно. Они хлеб отдали скоту. Хлеб. Если африканским детям этого хлеба не хватает, они же под благовидными целями это сделали. А на самом деле это фуражное зерно. Вот, пожалуйста, вам картинка. Вот как работает Запад. Конечно, и политические были мотивы замешаны. И Турция имела свои определенные политические цели в этой сделке зерновой. Но возвращаясь к теме МПО и западных МПО и как они действуют. Вы сказали, что 60% забирают эксперты, которые приезжают. Если посмотреть с этой точки зрения, то эксперты на самом деле приезжают и учат, как проводить тут революции, как делать протесты всякие антигосударственные, антиправительственные. То есть приезжают специалисты. Да, они, возможно, берут за это хорошие деньги, финансы, но они учат. И потом на практике уже население, молодежь, активная молодежь, она вот применяет это на практике. К сожалению, мы все это видим. Так что, то есть они доходят до своей цели. Здоровье? Я вам о чем говорю. Схема одна и та же везде практически. То есть они на каждый вложенный доллар получат 10. Качав там ежегодно в Армению 100 миллионов, вы говорите, да? Ну, больше. Они потом из вас берут по 7, как это называется, по 3 кожи с вас для того, чтобы восполнить свои расходы. Все элементарно. Это же капитализм. Понятно, что никто нам не дарит эти деньги просто за красивые армянские глаза, как говорится. Естественно, им нужно, чтобы в Армении велась определенная внешняя и внутренняя политика, поэтому и вливаются сюда вот эти финансы и вот с финансированием, с западным финансированием здесь действует очень много всяких журналистских объединений, пресс-клубов, всяких там ресурсов, медиаресурсов, сайтов и все они действуют с западным финансированием и в принципе очень часто их руководители потом мы видим, что они являются активистами на антироссийских митингах, выступают с определенной повесткой, что нужно выйти из ЕАЭС, нужно вывести базу военную российскую и так далее, то есть все эти деньги, которые вливаются, в итоге они выливаются в определенную политическую вот такую вот обстановку, которую создают как раз вот те, кто получают эти гранты. Ну, вы знаете, насколько я понимаю, как это называется, в колбасных обрызках, да, любой капиталист, он думает прагматично, если они вас вкладывают, значит, потом они получат прибыль, но это просто, отсюда и с этой логики можно понять, что прибыль, может быть, она не будет лично с Арменией, может быть, не в виде финансов, да, они могут получить прибыль геополитическую, то есть захватив Армению, по сути, сделав из вас колонию политическую, да, вот, они будут всегда постоянно напряжение держать весь Кавказ. Ну, неспроста на территории Армении самое большое посольство США на территории СНГ. Ну, вот, видите, там у вас, по-моему, 2000 сотрудников, насколько я знаю, да? Точную цифру сейчас не назову, но знаю, что самое большое посольство. Я просто беседовал с одним армянским экспертом, и он, наверное, назвал эту цифру, я поэтому опираюсь на это. Вот. История Грузии никому ничего не напоминает, нет? Вот, да. Потом вас заставят воевать еще. Вот. Ну, мы как бы уже воевали и до сих пор обстановка нестабильная. Так вот, вас еще заставят? Вас еще заставят? Ну, это надо понимать. Напала на Абхазию, да, Осетию, но 2008 год. Все мы помним? Помним. Да, август 2008. Вот. Обязательно этот как... Просто так ничего не делается. Забудьте слово просто так. Они даже улыбаться не будут вам просто так. Как только вы перестанете быть интересными, от вас отвернутся и скажут даже до свидания не скажут. Понимаете? Вот, то же самое я объясняю вот нашей молодежи. Ребята, я говорю, вы просто поймите, что доброго дяденьки там нету и не будет никогда. У них философия такая жизненная. У них, если есть выгода, они будут тебе улыбаться. Во все 32 зуба вставлены там цирконием покрытые. Да? А как только выгода пропадает, они исчезают и все, до свидания. Ты не нужен, ты для них абориген, ты для них человек второго сорта. Никогда они не будут с нами дружить в том понимании, как мы думаем. Это мы привыкли дружить, мы умеем дружить. Там, держать слово, да? А они нет. И вот эти нарративы, наверное, надо, как говорится, использовать. Для чего? Для того, чтобы нашей молодежи, нашим детям обычно. Вот давайте, я вспомню, мультик, Маша и Медведь. На 40 языков переведен в мире. Знаете, да, об этом? Да, да. Да. ну, образ, пожалуйста, Маша, Медведь, чисто русский образ, замечательно, прекрасно. А почему бы туда, в этот мультик, не внедрить нарративы евразийские, что в Евразии хорошо жить, что дружить хорошо, что там варенье варить вместе, это тоже хорошо, понимаете? А когда там кто-то злой приходит, это вот запад. Можно внедрить? Можно. в Симпсоны-то они внедряют эти, или другие мультики, они же внедряют о том, что Россия это плохо. А почему мы не можем? Можем, надо делать, значит. Надо. Я так думаю. Вот. И в том числе и НПОшки, которые там будут работать или в Кыргызстане, или там в других странах Центральной Азии, или там в Армении, да, или в Грузии, я не знаю, в другом, в Прибалтике, наконец, да. Надо просто показать правду на самом деле, что творится, и все. И тогда люди начнут прозревать. Вот. Я был на зоне СВО, на Украине, и разговаривал с людьми. Вот, просто разговаривал. Я говорю, из-за чего произошло? Я вот лично сам я поехал, для чего? Для того, чтобы выяснить правду. Не веря пропаганде, ни западной, ни российской. Я сам лично поехал, хочу выяснить. Вот. И выяснил, что на самом деле, оказывается, вот так, как было, вот, был конфликт, был такой нарратив, что русский язык нам не нужен. Донбасс сказали, ребята, мы разговариваем на русском. Вы давайте прекращайте вот это вот хозяйство. А весь прикол в чем? То, что Донбасс это практически треть экономики Украины. Ну, естественно, что их надо было подавить, для того, чтобы забрать все эти заводы, поля, там, знаете, сколько полей? Там, вот, прям, бескрайнее море полей, полей такой, зерно. Понимаете? Ядоводы, шахты, уголь там. Понимаете? Вот. Очень много а в западной части Украины нету этого. Так надо же забрать. Вот и пошла война. Вот, вот, пожалуйста, вам конкретный пример, для чего это было сделано. Да, к сожалению, многие верят этой пропаганде, которая есть, западная, западная, украинская, телеканалы ее распространяют. Ну, в этом плане, конечно, вот нужно понимать геополитические интересы западных стран, в чем они, на Южном Кавказе, в Центральной Азии, потому что просто вот эти лозунги, с которыми они приходят, что мы хотим развивать демократию, гражданское общество, вы должны развиваться, и мы вам в этом поможем. Нужно понимать, что под этим есть конкретный расчет, конкретные цели, но понятно, что для этого нужно хотя бы чуть-чуть разбираться в этой теме. А, допустим, молодежи или людям, которые немножко далеки от политических процессов, нужно объяснять более доступным языком для детей. Как вы сказали, это могут быть мультфильмы, это могут быть фильмы для подростков, молодежи, то есть всеми доступными и популярными способами, потому что, да, хорошо проводить конференции, но на конференции придут опять же эксперты, да, эксперты, которые и так знают, что происходило и в своей закрытой группе что-то обсудят. Это тоже нужно, это научное сообщество, они должны разговаривать, они должны обсуждать, но вот сделать это более популярным нужно какие-то вот, как вы сказали, хорошие методы, Вот пример хороший, просто жизненный пример, да, Афганистан такую страну знаете? Ну конечно, кто ее не знает? Ну вот, да, я у нашей молодежи рассказываю, ребята, а что там американцы, они же там боролись за демократию, свободу и пятая десятая и чего? А потом резко ушли. Позорно убежали же, вот, так же, так же самое, я говорю, история повторяется, хорошо, вы сейчас не верите, что они бросили Афганистан, да, я вам расскажу историю, та же самая история была во Вьетнаме, они так же по двору убежали же. И? То есть надо делать вывод, да, что туда приходят, есть интересы, пришли, нету интересов, до свидания, все бросили, ушли, все, больше ничего нет. когда у нас была, у нас, кстати, уникальная ситуация в Кыргызстане, да, у нас было две базы военные, это российская база в Канте была и возле аэропорта МНАК была американская база Ганси. Так вот, российская, как в Канте, они там и пенсионерам помогали, там, или еще там и праздники организовывали, заходили, да, и пятая десятая. Просто пример жизненный, да, там, и продукты там малоимущим давали. А американцы ездили на своих хаммерах, задавили двух девушек, даже извинения не попросили, а тех, кто задавил, они быстренько отправили к себе домой, и все. А потом один мужик, ну, так скажем, это сторож в этом, на базе, да, американец просто его застрелил, ну, просто, на ровном месте, бац, и застрелил. И что сделали? Наказали этого американца? Да нет. А это кыргызстанец был наш русский мужчина, который работал сторожем. Они его застрелили, того американца быстренько домой, все, даже извинения не попросили. и так будет с каждым из нас. Вот реально. Я вам гарантию даю. А, например, как американцы, какие солдаты заходили в наши бары, там, напивались, куршили, все, а потом даже ни копеечки ущерба не платили. Почему? Потому что у них дипломатический статус. Вот вам картинка, ребята. И, соответственно, что? Это не те бравые ребята, которые там показывают фильмы. Голливуд там рядом не стоял. Но они создали такой вот красивый образ, а то, что за этим образом, к сожалению, многие не знают, что на самом деле. Или не хотят видеть, хотят верить во что-то, в эту иллюзию красивой жизни, что нужно просто, я не знаю, уйти от своих корней, уйти от нашей цивилизации, от того, что нам близко. И тогда почему-то вот красивая жизнь будет нас ждать. Ну, нам ближе примеры Грузии и Украины, просто они территориально ближе к нам. Но мы видели, что тогда Грузия ждала помощи, что вот сейчас Европа придет, поможет, никто не пришел, не помог. И бросили, пообещали, наобещали им всего и оставили сложную минуту. То есть, как бы, должны учиться на ошибках других. Сейчас мы видим, Они Грузию не оставили сложную минуту. Я чуть-чуть поправлю тебя, да, Заруя? Они Грузию не оставили. Они Грузию заставили начать войну? Да, заставили. А потом кинули просто-напросто. Все. Ну вот я про то, что кинули, да. Это был план изначальный. Они так со всеми так делают. Понимаете? Только там вопрос перевод времени, да? Они Украину кинули. Ну, просто нужно смотреть, как они ведут свою политику и как-то не совершать те же ошибки, потому что почему они должны кинуть в другие страны, а нам помочь? С какой стати они будут нам помогать? Они достигнут своих интересов и кинут нас так же. Там есть только, вот на Западе есть такое понятие, только мой бизнес, да, мой интерес, мой бизнес. Все. Все остальное это чистый инструмент для того, чтобы достичь своей выгоды. Больше ничего. И вот именно вот этот нарратив нужно, наверное, подавать. В том числе и вашим молодым людям в Армении. Да, можно зарабатывать, никто не против того, чтобы ты зарабатывал, да? Но сделай это честно, красиво и так, по-мужски. Вот. А не то, чтобы там кинуть кого-то там или еще что-нибудь. Вот как-то так. Вы знаете, спасибо за то, что вы согласились со мной побеседовать. У нас не так часто в Центральной Азии бывают гости из Армении, хотя у нас есть небольшая маленькая армянская диаспора и даже бизнесмен у нас есть, которым вот у меня дочь занимается, есть такой спортивный комплекс, да, хозяин этого спортивного комплекса армянин. Вот. мы знаем прекрасное и так далее, да. Но я к чему это говорю? То, что мы с вами похожи, вот я за сегодняшнюю беседу понял, что наши страны абсолютно похожи, в абсолютно одинаковой ситуации находимся. Если мы сейчас не объединимся, нас просто сожрут. Вот, наверное, вот этот вывод я сделал полностью с вами согласно. сожрут и даже фамилии не спросят и косточек не оставят. Вот и все. Мы же для них просто использованный материал просто так выкинут там и так далее. Поэтому напомню нашим радиослушателям, что у нас в гостях онлайн была председатель общественной организации объединения региональных научно-образовательных центров, а также руководитель международного отдела медиахолдинга Ира Вунг Заруи Папуханян. Спасибо. Надеюсь, что наши встречи не первые и не последние. Мы будем встречаться как онлайн, так и оффлайн. Да, и говорить о наших общих проблемах. Я сильно переживаю за Армению. Почему? Потому что мы также испытывали различные конфликты, в том числе и на межнациональной почве у нас в Центральной Азии, в частности, в Кыргызстане. Поэтому мы знаем, что это такое. И хочется, чтобы и на вашей земле, и на земле наших так скажем братьев-тюрков, азербайджанцев, был мир, чтобы вы дружили, а не что-то еще там воевали друг с другом. Война это трагедия, это война, это плохо. И вы просто подумайте, кому нужна война. Вам нужна? Нет. Азербайджанцам нужна? Нет. Так, наверное, кто-то ее сделал для того, чтобы она там была. Подумайте об этом. Господин Араскулов, спасибо вам большое, что сегодня нашли время, вышли с нами на связь. Было очень интересно, познавательно. И будем надеяться, что при следующих наших встречах мы будем говорить о каких-то сдвигах в лучшую сторону уже в плане геополитики, в плане политики наших стран. И будем надеяться, что ситуация улучшится в любом случае. Мы в любом случае работаем в этом направлении и надеемся на лучшее. Спасибо. Не предупреждайтесь, далее нас ждет не менее интересная программа. В студии был я, это Лаби Курускулов. Надеюсь, что наши обсуждения были для вас интересны и сподвигли на какие-то идеи. Надеюсь, Субтитры подогнал «Симон»